День Города 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 и штраф до 70-кратной суммы взятки. Сейчас Александр Дворецкий на скамье подсудимых идет прения сторон. Суд уже заслушал ходатайство защиты, а при общении к делу – ряда материалов. Следователи же просят отложить вынесение решения по мере пресечения на срок в 72 часа. Напомним, что директор предприятия «Детское питание» получил взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей и признал свою вину. Он активно сотрудничает со следствием. Без проблем снова не обошлось. В Рязани устранили последствия капитального ремонта жилых домов. Сразу в двух, в разных частях города, были повреждены важные коммуникации в ходе капитального ремонта. О том, кто и как разбирался с последствиями, выяснила Мария Рудая. Жителям дома 8А по улице Чернышевского повезло с погодой. Аномально теплая осень фактически спасла их от холодов в квартирах. В ходе проведения капремонта не обошлось без эксцессов. Ремонтируя кровлю, рабочие повредили трубы отопления. В ходе ремонтных работ по кровле на этом доме, в силу высокой изношенности, соответственно, был демонтирован верхний розлив отопления. В связи с тем, что он подлежал полностью новому монтажу. В этой ситуации усилия объединили сразу три ведомства. Управляющая компания, фонд капитального ремонта и управление энергетикой ЖКХ. В кратчайшие сроки силы управляющих компаний верхний розлив был установлен собственными силами. И у нас там вопросов, связанных с отоплением многоквартирного дома, не возникает. То есть вопрос был в оперативные сроки решен. Второй случай произошел на улице Гоголя, 24. Там проблемы были связаны с газовым оборудованием. В доме горячая вода подается с помощью газовых колонок, которые расположены в каждой квартире. Поэтому к системе предъявляются более серьезные требования. После проведения капитального ремонта кровли, по нашей просьбе, аварийная служба Горгаза выехала на место, провела соответствующие замеры. Но по тяге были определенные проблемы. Чтобы обезопасить жильцов, было принято решение газоснабжения в доме приостановить. Сейчас ведутся работы по восстановлению системы. После того, как специалисты убедятся в безопасности, подача газа будет снова включена. Справедливости ради стоит отметить, что жители уже сейчас беспрепятственно могут готовить на газовых плитах. Подача ограничена только в газовой колонке. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». За прошедший уикенд произошло сразу несколько аварий. К сожалению, есть погибшие. Сводка ДТП в нашем сюжете. Легковушка на скорости врезалась в КамАЗ и улетела на тротуар. По счастливой случайности там никого не оказалось. Это произошло на перекрестке площади Ленина и улицы Горького. Так началось 20 октября в Рязани. Дальше хуже. Два человека погибли и один получил травмы. В 9.30 утра в Спасском районе на 261-м километре автодороги М5 «Урал» произошла страшная авария, унесшая жизни людей. По предварительным данным, 56-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем «Ниссан», столкнулся с грузовым автомобилем «ДАВ» с полуприцепом под управлением 40-летнего водителя. После чего произошло столкновение с автомобилями «Тойоты» и автомобилем «Ситроен». Сзади происшествия водитель и 42-летний пассажир «Ниссан» от полученных травм скончались на месте ДТП. Телесные повреждения получила 48-летняя пассажирка «Тойота». На следующий день уже в Рязани на проезде «Яблочковый» 19-летний рязанец, управляя «Ауди А3», осуществляя поворот налево на регулируемом перекрестке, врезался в движущийся во встречном направлении автомобиль «Киа Спортэйдж», которым управлял 37-летний житель Захаровского района. Оба водителя получили травмы, им оказана медицинская помощь. А вот это уже совсем вопиющий случай. 21 октября примерно в 3 часа в Рязани на парковке торгового центра «Премьер» 19-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем «Лада Калина», находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительной информации, не справилась с рулевым управлением, вследствие чего совершила наезд на конструкцию для хранения тележек. В результате происшествия 18-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь. Вот еще одно ДТП. 21 октября на пересечении улиц Солковского и Новой столкнулись две машины. Ужасающие звуки бьющегося стекла и виск тормозов. Вот так прошли выходные на дорогах региона. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Учить правила дорожного движения с детства призывают сотрудники госавтоинспекции. Они подвели итоги традиционного конкурса «Пешеход-пассажир-водитель». Он направлен на предупреждение детского травматизма. Подробности далее. Всей семьей за безопасность дорожного движения. Социальные плакаты на эту тему нарисовали школьники и их родители. Новая номинация появилась в рамках 19-го городского конкурса детского творчества «Пешеход-пассажир-водитель», организованного сотрудниками ГАИ. Тема безопасности на дорогах очень главная. Поэтому таким образом госавтоинспекция пытается приобщить всех участников дорожного движения, от мала до велика, к теме безопасности на дорогах. В конкурсе приняли участие ученики 49-ти рязанских школ. Они представили более 250 работ. Это плакаты по безопасности дорожного движения, дизайн цветовозвращающих элементов и обращение к водителям и пешеходам. Авторы лучших работ получили памятные подарки. Изучать дорожную грамоту – это очень интересно. Конечно. И я официально заявляю, как самый в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил, что в следующем году приму участие в этом конкурсе. Вы же не против? Нет, мы только за. Согласны? Выставка организована на площадке «Автогородка» в торговом центре «М5 Мол». Посетить ее может любой желающий. Увидеть город с высоты птичьего полета. В Рязани установят колесо обозрения. Место для него предлагают выбрать самим рязанцам. Напомним, что в прошлом такое колесо стояло в Центральном парке культуры и отдыха, а также в парке Гагарина. Что о них помнят жители, выяснил Валерий Седов. Прогуляться и подышать свежим воздухом – наверное, это практически все, чем можно заняться в Центральном парке культуры и отдыха. Аттракционы здесь есть. Вот только расположены они в одной зоне. И преимущественно катаются на них именно дети. Площадка для танцев тоже есть, но одна. Все остальное в парке – это кафе, забегаловки, спортивные площадки и тропы. Старожилы сразу вспомнят, чем была знаменита Рюминская роща раньше – это колесо обозрения. Местные жители говорят, что оно стояло с 60-х годов до конца 80-х. У него всегда скапливалась большая очередь, как детей, так и взрослых. Билет тогда стоил всего 10 копеек. «Страшновато было, потому что поднималось достаточно быстро, и на самой высокой точке было жутковато, потому что все это раскачивалось, все это так шевелилось, работал мотор цепочный, и как-то это так было немножко жутковато, страх брал. Ну так крепко возьмешься за поручни, смотришь на ребят, тоже вроде так они, гляжу, побелели. Думаешь, ну не один ты такой». Краевед рассказал, что колесо обозрения практически не останавливалось. Люди выходили и заходили прямо на ходу, благо скорость была небольшая. На самой высокой точке человек находился около трех минут, считая подъем к ней и сам спуск. А с колеса можно было увидеть очень многое. Александр – местный житель. Он, как и практически любой житель Рязани, катался на этом колесе обозрения. Пол Рязани было можно увидеть. Высотой оно было где-то метров двадцать. Бывали и казусы. Один раз механизм колеса обозрения сломался, и горожане провисели в воздухе почти два часа. Половину людей тогда снимал приехавший на ряд пожарных. Это был один из самых громких случаев того времени. А теперь от всех этих историй остались только четыре опоры, скрытых в земле. «Если вот разгрести, вот она, бетонная опора. Вот, 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 болты спилили вот здесь, вот они. Вот одна опора, напротив, вон там, видите, выворочена вторая опора. Вон еще одна опора, вон там. И где-то здесь еще одна опора. Вот здесь вот колесо вот так крутилось». Александр рассказал, что в парке культуры и отдыха было около тридцати разных аттракционов. Стояли и качели на цепочке, и так называемая ромашка, и даже парашютная вышка высотой с девятиэтажный дом. Находилась она недалеко от колеса обозрения. Аттракцион этот был только для взрослых. Билет, соответственно, стоил дороже – рубль. А теперь в парке культуры и отдыха остался только фундамент былого величия. Появились спортивные площадки, теннисные корты. Однако одна из самых высоких точек города канула в лету. Кстати, стоит сказать, что колесо в ЦПКО было не единственным на тот момент. «Было два исторических колеса обозрений. Сейчас у нас в пределах видимости еще одно колесо в сторону полян есть. Но это уже полностью коммерческая задумка. А вот в городе, в двух парках крупных, на противоположных концах города, на юго-западе – это гор-роща ЦПКО. А на севере – это парк имени Гагарина, где колесо было чуть поменьше немножко. Но тоже вот с него весь Приокский, Дягилево хорошо было видно, строящийся тогда Канищево». Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области недавно выступило с идеей вернуть колесо обозрения. Вариантов для размещения несколько. Здесь как исторические места, так и новые. Парк имени Гагарина, площадь Ленина, площадь Победы, Центральный парк культуры и отдыха, а также сквер на улице Советской Армии и ЗАГС на Московском. Все варианты только вынесены на народное обсуждение. Горожанам же остается ждать момента, когда можно будет увидеть город с высоты птичьего полета. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вещать только в цифровом формате начнут с 1 января федеральные каналы. Самые значимые из них разделены на два мультиплекса. Первый уже работает на территории Рязанской области, второй запустят в декабре этого года. Напомним, что 20 каналов в цифровом качестве можно будет смотреть бесплатно. Однако для устаревших моделей телевизоров придется приобрести специальное оборудование. Подробности в сюжете Мария Рудой. Легким движением руки к старой модели телевизора подключается специальная приставка. И через мгновение обладателю голубого экрана становятся доступны цифровые каналы. Те, у кого телевизор старый, им придется купить специальную цифровую приставку. Стоят они не очень дорого, от 750 до 1500 рублей. Основные модели укладываются в эти цифры. Внешне приставка похожа на Wi-Fi роутер. Она позволяет принять 20 цифровых видеоканалов и 3 радио в любой точке Рязанской области совершенно бесплатно. Еще один компонент – это приемная антенна. В принципе, практически у всех они есть, потому что аналоговое телевидение смотрят. И аналоговое телевидение, так же, как и цифровое, большая часть работает в дециметровом диапазоне. Поэтому, если человек аналоговое телевидение смотрел, то он будет смотреть и цифровое вещание. Главное, сейчас момент такой, его нужно не прозевать. Новые телевизоры, выпущенные после 2012 года, в такой приставке не нуждаются. Они уже рассчитаны на прием цифрового сигнала. Вообще, переход в Россию на цифровое вещание заканчивается уже 1 января 2019 года. Но у жителей страны по-прежнему остается множество вопросов. Все они связаны с тем, кто и как теперь сможет смотреть любимые каналы. Так, например, для кабельных операторов и провайдеров, их транслирующих, мало что изменится. Кабельные каналы как работали, так и будут работать. А вот аналоговое вещание претерпело серьезные изменения. В регионе федеральные каналы останутся только в цифровом вещании. С Нового года планируется федеральными телеканалами сократить аналоговое вещание. Почему такой термин появился «сократить»? То есть нет решения о том, что аналоговое вещание полностью выключится, и его не будет совсем. На самом деле, федеральные каналы отключают аналоговое вещание только в населенных пунктах менее 100 тысяч человек. Реально для людей это практически вся территория области. В отличие от глубинки, в Рязани аналоговое вещание частично останется. Полностью отказались от аналога лишь три канала. «Россия-24», «Россия-культура» и «ТВЦ». Также в привычном аналоговом формате останутся каналы «Дисней», «Стеслав» и «Юм». В районных центрах в аналоге останутся муниципальные и частные телеканалы. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Всероссийский чемпионат по плаванию стартовал в Рязанском государственном медицинском университете. За звание лучших борются будущие врачи и фармацевты из 20 регионов страны. С участниками пообщалась наша съемочная группа. Рязанский медицинский университет славится качественной подготовкой студентов и спортивными достижениями. Таисия Костылева учится на первом курсе педиатрического отделения. В сентябре она выиграла региональный этап проекта. Отстут зачета Ассоциации студенческих спортивных клубов к знаку отличия ГТО. Плаванием я занималась еще с детского сада. Потом с первого класса вплоть до девятого была в сборной в своем городе. Потом у меня был перерыв, я ушла. И сейчас в институте, в университете я вернулась. Плавание для меня все, это моя жизнь. Я не представляю без плавания, что бы я делала. Сейчас девушка берет новую высоту, защищает честь родного вуза на Всероссийском чемпионате по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов страны. Соревнования проходят в бассейне «Аквамед» уже в третий раз. Здравоохранение – это команда. Команда – это больница, команда – это отделение, команда – это бригада реанимации, команда – это операционная. И если сейчас ребята уже работают в таком командном духе, значит у них будет получаться и в спорте, и самое главное дальше в их избранной такой сложной профессии, как здравоохранение. В последнее время особое внимание уделяется развитию студенческого спорта, как этапа между юношским спортом и спортом высших достижений, потому что студенчество – это самое активное, самое энергичное такое время, и поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на этих соревнованиях будут хорошие, высокие спортивные результаты. На чемпионат, который организует Рязанский государственный медицинский университет, приехали участники из 20 регионов страны. За звание лучших борются будущие врачи и фармацевты из Воронежа, Башкирии, Кубани, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Ну, Рязань – очень красивый город, приятный, соревнования всегда проводятся на высоком уровне, организация нравится, бассейн нравится. С каждым годом все уже больше знакомых, поэтому все же приезжают как к себе домой, поэтому даже все уже друг друга знают. Все очень нравится, если бы не нравилось, наверное, третий год бы уже не приезжали. А так, прекрасный бассейн, хорошие условия, хорошая гостиница. Спортсменам предстоит сразиться сразу в нескольких дисциплинах, показать свое умение плавать в вольном стиле на спине брасом бутерпляем. Также их ждут комплексное плавание и смешанная эстафета. Победитель определится в личном и командном зачетах. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь, хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok